После совершенно не впечатлившей меня первой части я уже и не думал, что пройду сиквел, но любовь к первому сталкеру во мне настолько сильна, что я решил дать шанс этой во многом схожей со сталкером игре. И вот я прошёл её. И что же я могу сказать о ней? Что ж, для начала скажу, что первые процентов 30 игры представляют из себя полуинтерактивный забег по одному единственному коридору, в котором разве что обои меняются время от времени. Call of Duty по сравнению с Metro Last Light это просто Skyrim со всей его свободой и простором. Порой игра даже не даёт сделать шаг назад или повернуться в сторону и насильно ведёт тебя вперёд, к приключениям. Дальше коридоры начинают ветвиться, но не сильно. Вдруг недалёкий игрок, на которого по-видимому и рассчитана эта игра, заблудится. Игра тонет в большом количестве совершенно необязательных заскриптованных сценок и переходов, которые ничего не привносят ни в сам процесс, ни в восприятие, оставляя после себя ощущение, что без твоего ведомого у тебя просто на несколько секунд отобрали клавиатуру и мышь. Ну и зачем это было, спрашиваешься я после. На нормальном уровне сложности игра проста до омерзения. Не считая падения в очередную лужу с фекалиями эмутировавших рыбок, умер за всю игру я раза два. В таких условиях стелс даже временами не становится необходимым и превращается лишь в опцию, призванную хоть как-то разнообразить геймплей. Сам геймплей сносен. Стрельба неплохая, метать ножи в темноте занимательно, но стелс тут настолько картонный, враги ничего не услышат, даже если вы во всё горло начнёте петь на своём русско-корейском богомерзкий гангнам стайл, характерно пританцовывая при этом. Что уж говорить о звуке разбивающегося прожектора или грохоте от упавшего в двух метрах замертва соратника, который скоропостижно скончался от попадания ножа в колено. Хотя бы опасность прямого зрительного контакта не исчезла. И на том спасибо. Визуальная игра очень хороша, хотя мыло всё же в комплекте. Да и слишком уж требовательна, мерзавка. Ощущение такое, будто я три вторых Крайзиса одновременно запустил. Повествование истории чрезвычайно невнятное и кишит сюжетными дырами. Неясно, зачем всем этим грузущим друг друга фракциям сдался этот ниггер, ой, то есть чёрный. Да и не особо хочется узнавать, ибо подано всё это скучно и скомканно. Русская озвучка достойна особого упоминания. Так как сюжет игры развивается в столице России, да и сама игра создавалась не без участия наших соотечественников из бывшего СССР, я посчитал, что играть в неё нужно именно с русской озвучкой. Как же я пожалел об этом. Останавливать потоки крови из ушей я не успевал на протяжении всей игры. Переигрывают абсолютно все, без исключения. Интонации реплик живут своей жизнью, не подозревая, что по соседству с ними живут ещё и движения персонажей. Озвучено настолько погано, что напряжение любой сцены гибнет под завалами собственных руин, после чего ты уже не можешь воспринимать происходящее на экране хоть сколь-нибудь серьёзно. А ведь это не Saints Row, это мрачная игра про постапокалипсис с элементами мистики. Единственное, что действительно хочется похвалить, это очень неплохую атмосферу отдельных уровней игры. Ну и совершенно ненужную, но оттого не менее классную возможность протирать окошко своего противогаза. Вот и всё. В итоге я кидаю к ногам стриптизёрши со станции, забыл как называется, шесть пуль из десяти возможных. Не, ну реально решает, подруга! Блять, эта озвучка будет преследовать меня в кошмарах. Блять, эта озвучка будет преследовать меня в кошмарах.